Своё 70-летие отметила гендиректор фабрики Пихорский текстиль. Поздравить! Елизавету Терёшкину приехали глава округа Владимир Ружицкий, депутат Московской областной думы Дмитрий Дениско и многочисленные друзья и коллеги. Подробнее в нашем сюжете. На Пихорке особый день. Все сотрудники собрались в цеху, чтобы поздравить генерального директора с юбилеем. Елизавета Терёшкина 28 лет руководит ткацкой фабрикой. Её предприятие делает большой вклад в развитие округа. Именно благодаря тому вашему профессионализму, вашему подходу, вашему интеллекту вот это удалось всё собрать. И сегодня, Елизавета Петровна, вам есть чем гордиться. Владимир Ружицкий передал поздравления от губернатора Московской области Андрея Воробьёва и вручил знак отличия за заслуги перед городским округом Люберцы. Вот такая медаль. У вас есть мундир, вы его приколите. Или сюда можно? Давайте. Елизавета Терёшкина открыла свою фабрику в непростое время. Но, несмотря на тяготы 90-х, ей удалось наладить крупнейшее производство. В начале 2000-х я был владельцем текстильной фабрики. Быстро сдался, на самом деле, потому что понял, насколько это сложный бизнес. Я желаю вам, вашему замечательному коллективу, предприятию, чтобы на рынках Индии и Китая вас сильно боялись и без боя отдали ту часть рынка, которого заходить у них взять. Пихорский текстиль участвует в благотворительных акциях и социальных проектах, среди которых производство одежды для детей, родившихся раньше срока. Я свяжу тебе жизнь. Регулярно, бесплатно отправляются пряжи в другие города России. Знаете, мне кажется, что очень ценно у вас, есть такое качество и слово, которое сегодня редко употребляется, это порядочность. На вас сравняемся, и я очень рада, что у нас есть проекты, которые мы делаем вместе. Пихорская пряжа пользуется широким спросом не только в России, но и за рубежом. В чем же секрет успеха? Работать, жить, радоваться этому, любить людей. Я думаю, что быть честным. Я вот думаю, в этом секрет. Перестройка решила буквально все. Либо пан, либо пропал. Хочешь жить, работай. Сейчас на фабрике трудится более 200 сотрудников. Они изготавливают около 100 видов пряжи. Дмитрий Гринчев, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.